Мы очень рады приветствовать и принимать гостей в нашем любимом городе и в Российском Крыму. Никарагуа для нас всегда была дружественной страной. И сегодня посол Никарагуа посетил наш город. Мы планируем развивать отношения, побратимские отношения между Севастополем и одним из городов Никарагуа. Есть общие торгово-экономические вопросы, которые мы, по всей видимости, будем в ближайшее время обсуждать и развивать. Но конкретные договоренности, уверен, состоятся в ходе экономического саммита в Санкт-Петербурге с 18 по 20 июня сего года. Так что вопросов много, которые можно было бы обсуждать. Дело в том, что на сегодняшний день пока город дотационный, есть определенные ограничения в развитии отношений. Ну и Никарагуа находится достаточно далеко. Есть ряд позиций торгово-экономических, по которым мы могли бы развивать наши отношения. Но все-таки логистические особенности, дальность транспортных маршрутов в определенной степени ограничивают торгово-экономические отношения. Хотя мы определились, что есть темы, которые мы могли бы развивать. Прежде всего культурные, а что касается торгово-экономических, есть определенные продукты, которые произрастают и выращиваются только в Никарагуа. Вот в этом отношении мы предложили создать торговый дом в Севастополе. Ну и будем смотреть, как наши партнеры на это отреагируют. Мы со своей стороны готовы к любому сотрудничеству, тем более с нашими друзьями. А Никарагуа для нас проверенный круг. Мы хорошо знаем товарища-команданта Даниэля Артегу. И продолжаем оказывать экономическую и специальную помощь этой дружественной стране. И у нас единый подход на международной арене по отношению ко всем событиям в происходящем в мире. Поэтому мы за это очень признательны нашим никарагуанским друзьям. А конкретные темы сотрудничества, я думаю, что мы обсудим сегодня первый день визита в нашу страну, в нашу, 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 в нашу страну. Потому что, поскольку он является послом, он все знает, владеет ситуацией. Конечно, знаете, когда есть желание, всегда можно найти путь сотрудничества. А поскольку у обеих сторон есть желание, я думаю, что мы что-то сделаем вместе. Для нас большой честь быть вместе с вами, быть вместе севастопольский народ. И я хочу использовать эту возможность для передать большой привет, теплый привет от команданта Даниэла Ортега Саведро, президента Республики Никарагуа, для вся кримский и севастопольский народ. Чтобы вы были уверены, что в Никарагуа находится верный брат, верный друг, который будет с вами всегда вместе. Второй, мы сегодня обсуждали несколько вопросов, которые очень важны для наших общих отношений. Как Олег Евгеньевич говорил, между Никарагой и Россией у нас есть общие точки зрения на международную политику. Мы были первые, которые признали суверенитет Южно-Осетия и Абхазия после Российской Федерации. И тоже поддержали в ООН Россию по вопросу Крима и Севастопола. Это доказывает уровень наших отношений. Висит в прошлом году президента Путина в Никарагуа тоже доказывает, насколько у нас есть теплых и хороших отношений. И сейчас мы тогда обсуждали уже конкретно, какие шаги мы могли делать для реализации взаимных проектов, которые могут быть выгодны для обеих народов. Мы думаем, что мы можем поставлять здесь, в Севастопол, несколько никарагуанских продуктов, которые в ваших климатических условиях, конечно, не растут. Но мы можем поставлять сахар, мясо говядина, морепродукты, кофе, ром, табак. Это туристический город, тоже туристы употребляют в таких видах продуктов. И от Севастополя мы можем получать сотрудничество на сферах рыболоза, техники, технологии и, конечно, в квадрах, которые у вас есть специализированные. Все идеи, если они взаимовыгодны и реализуемы, они очень хорошие. Поэтому сегодня, как сказал Ленин Евгеньевич, сегодня первый шаг. А дальше уже в процессе конструктивного разговора. Все, что необходимо сделать, мы сделаем. Все, что выгодно для обоих сторон, это хорошо. И будем продвигать дальше. Но самое главное, сегодня установлено, что просто взаимоотношения, оговоренные предварительно позиции. Эти позиции интересны как Никарагуа, так и Севастополю, но и, наверное, в России в целом. Поэтому дальше мы просто уже более конкретно будем разговаривать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова